Сегодня в областном центре отбылся поширенный пленом Гомельского областного отделения Фонду Миру. На парадку дня подведение выникло работы за 2019 год и вызначение задач на 2020. Агульная основа гучить так – проводимые миротворческие мероприемства и акции необходимо поширать и примножать. Подробности в сюжете Евгений Кухаронак. За год в июне проходит больше как 100 мероприемств, инициированных активом Фонду Миру. А кроме того, миротворцы захваты долучаются до всех республиканских, областных и районных акций, пропонованных и иншими организациями и объединениями. В обыдухомельского отделения в справе захования миру про штуденную деятельность нельзя переоценить. Выники и уражение от проводимых мероприемств, говорить о важности и каштонности миротворческого посыла. Самые значимые акции я выделяю на первый план – это мыслаем человека мирного труда. Потому что здесь мы воспитываем его во всех направлениях, и мы его проводим по нескольких номинациях. Уже селета наприконцы студии акцию провели в Будокошелевском районе. У центра Уваги супрационники живела Гадавча Галины. За подякой и узнагородами от Гомельского отделения Фонду Миру. На сцену узнимались як дзеючие, так и былые работники сельской господарки. Акция закликана не только узнять ауторитет человека працы и престиж профессии, а и выказать подяку людям за то, что они уже сделали на корысть родного краю. Люди, поднимаясь на сцену, были благодарны безмерно, что их труд оценили, их заметили. И еще, как бы сказал один из ветеранов труда, нас это еще больше обязывает, чтобы мы свой опыт, который мы приобрели с годами, передали подрастающему молодому поколению. А молодой специалист, который у нас закрепился на территории нашего района после обязательной отработки, говорит, когда-то мне Октябрьский район дал самостоятельность, а сейчас это плацдарм для моего развития. С года в год узрастает значность международной миротворшей деятельности Фонду. Тесное супрационерство с активистами подобных организаций с суседних краин ладится на протягу 20 годов. Проводятся международные лагеры Сяброуства и Ёлки Миру. Организуются поездки миротворцев у прихраничные регионы России и Украины и прием визитов у отказ. С недавних – приезд украинской делегации из города Альевск Житомирской области у Лельчицы. Гостей из выше 60 человек – первоважно школьники. Мы знаем и понимаем, что Ёлка Мира способствует только объединению наших детей. А дети – это лучшие послы мира. И я думаю, что это самое правильное мероприятие и самое нужное в объединении наших детей и формировании позитивного мышления у детей о мире о том, какая должна быть настоящая дружба. Шмат мероприемств и акций проводятся по военно-патриотичному выхованию молодей. Самые бойные – марши памяти и смутку, а так сама акция – дорогами войны, миру и працы. Кожный их удельник, не узираючи на взрослый, про себя пропускает весь трагизм военных подиминолога. И будет им кануться, робить у себя махчимое для захования мира. Мы же видим, плачет планета. Плачет. Ну и как тут оставаться равнодушными? Мы взрослые это переживаем, и дети тоже это все очень хорошо воспринимают. Поэтому пропаганда миротворчества и пропаганда гражданской ответственности перед обществом, пропаганда патриотизма, я думаю, что она сегодня особенно будет на таком достойном уровне проводиться и оставаться. В основе пленума проводить еще больше мероприемств и работать это масштабно. По таки станучи вынники, что гучать подчас и после акций необходимо помножать. Евгений Кухаронак, Андреева, на Утеля Радоя, компания Огомель.